ну что друзья собрала вот такой урожай помидор черри вот такое ведерко 10 или 12 литров не знаю видите под завязку буду сейчас делать морс перекручивая через мясорубку видите вот вырвала перчик вот эти два маленьких перца это опавшие перцы обязательно перекручиваю в морс перчик тоже через мясорубку потом буду кипятить сразу солю сахарю и добавляю кориандр перемолотый и сухой сушеный базилик вот и получается просто обалденный морс его и пить можно и в поджарку чтобы готовить борщи супы ой у меня аж слюна течет вы мне там писали какой же у вас урожай хороший перца а вы помните друзья как я говорила что перец когда он только-только начинает подниматься рассада не любит прямых лучей солнца что его нужно затенять там кто-то со мной спорил да что вы такое говорите перец любит солнце вот я первый год выращиваю перчик увидела этот секрет большого урожая перца и его применила и теперь я со стопроцентной точностью могу сказать что это так перчик не любит солнечных лучей ярких и жестких так скажем очень сильных лучей таких лучей как мая в мае в июне надо его затенять поливать он любит влагу поэтому вот такой урожай на следующий год я тоже также буду делать это магнитовский перец который я поздно посадила его мало и вчера нет не вчера позавчера я выкопала картошечку сейчас я вам покажу поле опустевшие но потом покажу саму картошку у нас жара неимоверная слава богу подул ветер так это комфортно жару при таком ветре я взбирала помидорчики и благодаря ветру было не так уж и жарко видите все зелененько а тут было все красненькая красненькая ягода тоже смотрите он прям пошел расти оборвала я практически не везде но оборвала цветочки вот и вот здесь еще много-много перчика а вот кстати и магнитовский перчик вот видите что значит когда перец был оттенен вот здесь второй ярус магнит перед перца из магнита а где по картошке я сажала там естественно и ничего не затеняла и там по одному перчику на кустике вот друзья вам результат ну а тут еще вот стали подрастать мои перцы в общем я еще соберу урожай это уже наверно третий или четвертый ярус а вот опустевшие поле картошечки за один день я ее выкопала копала вилами кстати сейчас покажу вам эти виллы зайдем в сарай покажу вид виллы торнадиха ох как же они хороши земля несмотря на то что сухое засушливое лето у нас как пух вот что значит чернозем вот с этого клочко земли я не знаю сколько здесь ну наверно квадратик может быть метров 7 на 7 может 7 на 8 я собрала более двадцати ветер картошки сейчас зайдем в сарай и вы видите эту картошечку я ее отправила в сарай закрыла даже окошко чтобы свет не попадал на дозаривание есть такое понятие дозаривание или когда картошечка дозревает уже когда она выкопана вот так она у меня будет дозревать где-то недельку в сарае потом я включу свет там и переберу ее попадаются конечно и больные картошки и где-то поел проволочник кстати тут вот одна грядка была вся картошка поедена проволочником вот буду смотреть youtube буду читать а может быть вы мне подскажете что же насыпать в землю чтобы этот проволочник ушел или погиб вы скажете опять но зачем же столько 20 ветер картошки друзья картошка настолько вкусная настолько сладенькая и я знаю что здесь никаких химикатов кроме воды и да еще один вывод который я сделал сажать картошку редко не надо а нужно поливать кто-то мне там говорил у вас вся картошка пошла подву картошки не будет ничего подобного вот там подальше куда может быть шланг не доставал надо будет еще шланг покупать весной ну куда меньше попадала воды картошка была мельче а вот здесь поближе к воде где я обильно поливала очень крупная очень хорошая картошечка так что слушать я буду только свой опыт и поливать картошку надо как и помидоры как и все остальное конечно должна быть мера не надо прям сильно заливать но в самом начале когда я посадила картошку я ее поливала каждый день чтобы она набрала силу чтобы она вылезла и пошел рост вот посмотрите какая чистая земелька все очень хорошо я вырвала траву ботву собрала вон там компостная яма полная компостная это куча ильяна куча наверно правильная лёшик там делал ее из старых дверей а вот и в общем все это перегниет и будет удобрение а вот лен тоже выбрала здесь вот созрели семена льна это когда будет время я там начала собирать но это очень долгий процесс соберу вот эти вот семена льна и на следующий год тоже посажу сидираты очень хорошо лен обогащает землю земля становится на ту и так тут как пух но а сольном так вообще вчера также обильно поливала вот эти волочные вишни видите какой рядочек все выросли но опять же все надо поливать были или прям земле ну вот даже вот видно вот эта щель здесь конечно я их вилами все вспушила и хорошо хорошо залила что вот этот ряд войлочных вишенок все выжили ни одна не засохла опять же вывод нужно поливать смотрите здесь лежат кабанчики вот такой вот тыквы тыква у меня трех сортов вот сколько этих кабанчиков лежит видите как жарко листики такие прям все обмякли когда солнышко заходит они оживают и в общем все нормально я до сих пор также поливаю тыкву вот отсюда она начинает расти вот здесь луночка и я здесь поливаю кабачок цукини сколько таких поросли я порвала картошки это ужас если вы помните вот здесь росли сливы я весной все и попилила попилила вот это вот тыковки лежат скоро уже собирать слышите какой ветер будет а вот это так вообще это прям карета для золушки ну очень очень аппетитно будет еще варенье вот здесь такие тыков как украинский чугунок вот вот это компостная куча так вот сейчас выглядит огород потихонечку начинает освобождаться земелька но еще будут и кабачки вот это вот тыква лежит вот это вот кабачки видите сколько и здесь навязалось у меня там уже пять килограмм лежит буду закрывать икру вот сегодня вечером вот эти сорву очень хороший кабачок эскандер как хорошо что вы мне написали что с этих кабачков нельзя собирать семена что это гибриды в общем я его вырвала очистила и пошел он в икру вот тот поросенок который вот там лежал вот вчера кстати оборвала послен но там еще есть ягодку еще будет совсем немножко и закрыла 11 пол-литровых баночек вот видите и на следующий год здесь всего четыре кустика послены друзья всего четыре хороший урожай в итоге я посчитала около 10 килограмм послены получилось в сумме вот сейчас выйду сейчас может закрою вечером наверно соберу здесь уже поспели в теплице помидоры вот дебаралу сливки сегодня купила видите вот я проредила посмотрите какой урожай вот который в теплице смотрите какие грозди висят видите вот это вот была моя ошибка что слишком я часто посадила помидоры так нельзя сажать на следующий год в теплице я буду сажать огурчики помидоры у нас и так хорошо вызревают и вообще я сделала вывод что вот больше теплица нам не нужна в нашем климате все вызревает и вот этой лице которую мы с лёшиком построили на скорую руку нам вполне хватает это дешевая сердито она будет служить как перевалочный пункт для закалки рассады и может быть посажу здесь огурчики больше ничего вот этот очень вкусный ох какой вкусный этот помидорчик собрала уже семена с этих розовых ну а здесь тьма посмотрите сколько помидор сливок это дебарау помидоры очень мне понравились вот купила сегодня аспирин хочу закрыть еще помидорчики с аспирином да сегодня вечером я сюда приду соберу вот эти уже поспевшие где-то бурые и через день к 2 буду закрывать вот такие дела и вот то что я вытащила из теплицы кусты посмотрите сколько здесь помидор вот когда я поняла свою ошибку я их уже большие высаживала из теплицы прям кустище но они все прижились и все дают урожай так ну все пошла мыть помидорчики закрывать морс вот ну а там что будет интересного может быть включусь вот здесь вот кстати тоже смотрите какие сколько здесь их это вот те кусты которые я прорежая в теплице высаживала уже большущую большущую рассаду все дает урожай вот посмотрите какой урожай картошки я ее всю переберу здесь есть и мелкая но есть и крупная картошка вот туда тоже это все все картошечка сажала я всего три или четыре ведра но не более четырех это точно и вот с четырех ведер я собрала более 20 ведер картошки вот такая картошечка и это очень засушливое время картошка очень вкусная сладкая вот здесь ведре отобрана как то видите вся поедена проволочником вот я ее в первую очередь отложила будем кушать сначала хотела помыть картошку а потом решила что не буду мыть она вся чистенькая и вот она здесь вылежатся я ее каждую отберу просмотрю и буду сыпать в погреб еще друзья очень важный совет в те кто мой будете мыть картошку если картошка больно забыла как называется могу ошибиться уж не обессудьте фитоспорина или фито ну в общем вот эта болезнь которая поражает картошку если будете мыть нельзя картошку мыть в общей емкости иначе вы всю картошку заразите этой болезнью фитоспорин по моему так называется если будете мыть тогда кладите ее в ящик и каждую картошку вот прям чуть ли не каждую мойте под проточной водой но не опускайте в общую воду иначе на делаете беды и вся картошка в общем заразиться и сгниет в погребе вот чтобы не морочить голову я ее мыть не буду она и так посмотрите вся чистенькая и и хорошо перчатка в перчатках копала хорошо очищала землю и в общем она сейчас подсохнет мыть не буду сначала хотела потом решила что нет не буду мыть вот такой шикарный урожай картошки у меня давайте покажу вам результат проделанной работы люшек а вот эти мдф панели которые были у нас на потолке теперь они вот в нашей терраске это я уже плинтус сюда присобачила но он будет белый я его буду красить здесь конечно еще будут облицовываться вот это окно деревянным уголком а здесь наши красавицы спят вчера постирала лежачок и вот здесь они спят шпулька еще сосет маруську маруси есть молочко уже третий месяц 21 с 21 августа шпулечки пошел третий месяц очень подвижная прям быстрое окошко и вот здесь еще по плану сейчас вам покажу здесь сейчас стройматериалы лежат гипсы и штукатурка то которую лешат привез из москвы на для внешних работ а вот здесь будем делать ряд полочек во всю стену вот прям от потолка и до пола здесь будет такая кладовочка может быть даже для закруток что-то поставить чтобы не каждый раз лазить в погреб терраска у нас прохладная но не замерзает так что я здесь делаю красивую шторку и эти полки будут закрываться шторка и сразу станет больше места а вот сюда где сейчас стоит вот это импровизированный стол я сюда облагорожу вытащи сундук из сарая него хорошо облагорожу сделаем мягкую сидушку здесь будет стоять сундук в котором тоже можно хранить и картошечку ну в общем это такая терраска кладовая будет лёшик здесь сделал вот такой дневной свет здесь была очень тусклая лампа как-то угнетала я не люблю когда тусклый свет кузьма пришел вот нашли здесь вот такую лампу я выключила чтобы вы увидели и в общем убрали старую лампу отсюда лёшик сделал провел вот такой дневной свет вот сюда на сторону на вот эту сторону нам не хватило вот этих мдф панелей здесь это все будем закладывать гипсокартоном лист надо будет покупать и вот здесь я сделаю плиточкой вот такой плиточкой собственного производства как вот на той стене вот здесь я все это красиво выложу ей будет красота красивая конечно же эту вешалку уберем отсюда я уже присмотрела на wildberries очень недорогую но функциональную вешалочку сделаем и тогда будет уже и облагорожена наша терраска очень люблю белый цвет вот здесь вот это все и перекрашу кое-где есть ну такие недочеты вот здесь вот скотчем была заклеена и скотч садра вот этот верхний слой в общем все это устранится все будет пучком как говорится красота красивая так что вот такие наши продвижения вот чем я занималась все это время каждый день друзья что-то делаю каждый день что-то закрываю вот здесь сейчас покажу вам это я укрыла сегодня закрыла 11 баночек послёна пол-литровых 11 баночек друзья все также добавляла лимончик я уже рассказывала вам рецепт на килограмм 600 грамм сахара на килограмм один ну средний или большой лимон все мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока 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 пока